Всех приветствую! В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами очень эффективной работающей маской на основе компонента, который используется не только в кулинарии, но также успешно и в косметологии. Это рисовая мука. Ее активно используют в Японии и Китае в различных косметических процедурах. В состав рисовой муки входит огромное количество витаминов и микроэлементов, которые при регулярном использовании оказывают очень благотворное влияние на кожу в целом. Сегодняшняя домашняя маска станет отличным антивозрастным средством. Также она может эффективно подтянуть кожу, ее осветлить немного, сделать более эластичной и упругой, а также улучшает цвет лица. Если кожа дряблая, уставшая, ей не хватает увлажнения и ярко выраженные мимические морщины, то эта маска приведет ее в тонус и сделает более напитанной и упругой. Для ее приготовления нам понадобится 1 столовая ложка с горкой рисовой муки. Ее можно смолоть самостоятельно с обычного риса или купить в обычном супермаркете. Добавляем 3-3,5 ложки обычного молока комнатной температуры и перемешиваем эту смесь, чтобы не было комочков и она стала однородной. Смотрите по густоте, если нужно, добавьте немного больше молока или меньше. Затем добавляем 1 чайную ложку натурального меда. Если у вас аллергия на мед, то, конечно, исключите его из рецепта и замените на 1 чайную ложку оливкового или миндального масла. Перемешиваем все компоненты между собой и у нас получается очень мягкая кремообразная маска. Если ваша кожа нормальная или сухая, то добавьте еще 1 чайную ложку любого масла, которое вам нравится и подходит для вашего типа кожи. Несмотря на то, что рис считается гипоаллергенным, но все равно не забудьте провести перед применением этой маски тест на аллергическую реакцию. Наносим маску на предварительно очищенную кожу, избегая кожи вокруг глаз и губ. Также ее наносят на шею, зону декольте и руки. Время воздействия 15-20 минут. Желательно прилечь, расслабить лицо, чтобы маска могла эффективно воздействовать. Смываем ее теплой водой. Хочу обратить ваше внимание, если у вас мука не измельчена просто в пыль, то в ней есть мелкие частицы и это отличное скрабирующее средство. Поэтому, когда вы будете смывать маску, можно слегка помассировать кожу лица. После умывания наносим любимый уходовый крем. Чтобы эффект был более ярко выраженный, рекомендую эту маску, как и другие, делать курсами. В среднем где-то 1-2 раза в неделю в течение месяца. Рекомендую вам попробовать этот очень простой и легкий рецепт и результат вас обязательно порадует. Ну а если вы уже пробовали подобную маску, то обязательно делитесь в комментариях вашими впечатлениями. Всем спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok